Всем привет, с вами Игорь И сегодня у нас конец конец месяца точнее даже уже начало начало ноября октябрь закончился октябрь был классный для альтернативщика солнечный а вот сейчас второе число я и прошлый месяц в октябре тоже второго обнулялся счетчики вот такая вот погода, видите, дождь идет вот и по прогнозам, там я смотрел наперед на неделю тоже такая погодка совсем не радует не радует альтернативщика кто занимается солнечными панелями вот как-то так вот сразу, вот так вот, начало ноября и сразу и обрезало вот так вот солнце, не стало вот кстати, прошлый год тоже самое было, в начале ноября как-то сразу не стало солнца, я тоже в начале ноября, помню включил тепловой насос ну про тепловой насос я в субботу выложу видео там, я его уже буду включать на постоянку, потому что солнца нет солнечное отопление как вы сами понимаете, не работает так, идем смотреть счетчики, короче и так вот я уже возле своей щитовой солнечной электростанции ну вот это вот, кто не знает первый раз смотрит мой канал, мое видео вот это вся моя солнечная электростанция ну, между панелями и нагрузкой больше у меня ничего нет и работает оно на обогревателе, на бойлер вот бак вот так вот оно работает на шой а, электроплитка тоже варим еду на постоянке вот это все ну, еще вот здесь твердотельные реле тоже, они включают и выключают нагрузку от зависимости от солнечной интенсивности солнечного света ну, сколько может дать панели то есть, как бы балансирует мой такой контроллер ну, у меня есть там видео все про этот контроллер солнечный вот сейчас он клацает пытается найти что-то оптимальное чтобы напряжение удерживать так сказать точки максимальной мощности так ну, вот вот здесь вот у меня вход стрекера 4-х киловаттного вот вход на ваттметр ну, сначала а, да на ваттметр потом на автомат а это вход с крыши тоже 4 киловатта потом они все спараллелено вот это уже на нагрузку выходы у меня идут там на разные нагрузки бойлер там обогреватели все такое я их распределил по всему дому вот такая вот простая солнечная электростанция минимум затрат и смотрим сколько же она меня дала за октябрь месяц так вот цифра внизу это нижняя строчка левый угол 286 с половиной киловатт часов ну, почти 290 ну, чтобы считать легче было так поле на крыше 280 киловатт часов это вторая строчка видите, да 280 киловатт часов плюс 286 это получается сколько это получается ну, 600 киловатт без 30 да, без почти 30 киловатт часов 600 киловатт часов у меня выработала вот эта вот солнечная электростанция ну, без 30 киловатт да, почти 600 ну, не знаю много это или мало я там смотрел каркуляторы разные то они все по-разному показывают некоторые 500 киловатт показывают в октябре должна выработать такая 8 киловатт солнечная электростанция другие 600 третьи 640 ну, по-всякому вот, но я считаю что для вот такой вот простой солнечной электростанции без мппт контроллеров которые там отслеживают супер-пупер эту точку инверторов это очень-очень даже неплохой показатель вот почти без 30 как говоришь 600 киловатт часов и это говорит о том что этот контроллер простой клацающий из обычных релюшек и твердотельных реле и двух автоматов вполне вполне себя оправдывает и очень даже он неплохо этот контроллер отбирает мощность у солнечных панелек тем более что здесь у меня никаких трансформаций нет никаких преобразований поэтому вся мощность идет в нагрузку то есть бойлер электроплитка обогреватели все полностью кпд 100% 100% кпд этой энергии то есть мне не надо там считать до инвертора после инвертора или аккумуляторов там разные будут показатели у меня тут все сошло все и выложилось на нагрузке и это мне очень нравится просто эффективно надежно вот в случае выхода любого реле любого из пяти шестой я еще не подключил вся остальная система будет работать потому что все релюшки они отвечают за какую-то одну нагрузку вот так что чтобы оно все сразу поломалось или все твердотельные реле вышли из строя то это такого нереально этого быть не может вот так что надежность тоже я считаю на уровне такой солнечной электростанции вот ну вот собственно что я и хотел показать еще про коллектор солнечный ну у меня солнечное отопление в октябре можно сказать полностью отапливало мой дом то если так вот ну сравнительно я вот сравниваю да если это солнечная электростанция около 600 киловатт часов произвела то мой солнечный коллектор ну я так сравниваю по объему тепла там сколько то нагрело то нагрело в разных комнатах сравнительно где-то 300 400 киловатт часов коллектор выдал точно ну это даже если взять половину такого мощности то половину да ну по мощности да то по цене это совсем не половина потому что за стоимость коллектора моего солнечного можно купить всего-навсего две панельки всего-навсего две панельки а две панельки это как вы сами понимаете ни о чем это даже на бойлер не хватит вот это ну вообще ничего вот так что ну все все уже наверное закончилось мое солнечное отопление вот в субботу уже выложу видео запуск теплового насоса сезон 21 22 вот ваттметр у меня есть на тепловой насос тоже будем отслеживать производительность ну потребление электроэнергии посмотрим тоже интересно и будем делать сравнение всю зиму хватает ли например выработки солнечной электростанции 8 кВт для запитки теплового насоса ну если так теоретически предположить что у меня там есть инвертор зеленый тариф вот хватало бы это тоже такой интересный вопрос то есть уже вообще автономная система потому что самого солнца естественно что не хватит для отопления солнечной электростанции это ноябрь декабрь январь и наверное даже может быть весь февраль ну не знаю будем смотреть но если запитывать тепловой насос от солнечной электростанции это в пять раз в пять раз меньше вот поэтому будем смотреть ну получается что где-то если взять 600 киловатт часов почти солнечная выработала плюс коллектор то это у меня выходит около тысячи киловатт часов ушло на отопление моего дома в октябре месяца ну я считаю это неплохо около тысячи киловатт часов в октябре можно отапливаться тем более что часто было даже жарко мы открывали двери окна потому что как бы чересчур было да чересчур это все нагревалось а так и коллектор и панельки ну были такие деньки были что даже много было солнечного отопления ну на это уже кончилось уже все в ноябре такого уже не будет я думаю ну вот как то так все рассказал что хотел пишите в комментариях что вы думаете кто зашел я оставлю ссылки первый раз я оставлю ссылки на всю свою альтернативу как это делать у меня есть и про контроллер и про тепловой насос все там есть в конце видео будет и ссылки в описании ну все всем до следующих видео всем пока